Всем привет, меня зовут Моревская Татьяна. Меня зовут Моревская Татьяна, я работаю в команде BI-аналитиком и в данный момент занимаюсь продвижением проекта внедрения новой аналитической платформы, которая называется Power BI. Наша команда занимается тем, что собирает все данные и предоставляет нашим коллегам возможность работать с этими данными. Данные у нас распределены по разным источникам. Это и таблица Dodeis, и Excel-овские таблицы, и API. Также могут быть сторонние аналитические источники, такие как Mindbox или YantexMetrica. Все данные хранятся в абсолютно разном формате и имеют разную структуру. Например, можно посмотреть слева, на картинке видно, как выглядит наш API с информацией по выручке, а внизу это один из примеров таблиц Dodeis. Это абсолютно сырые данные, глядя на которых практически невозможно производить никакую аналитику и тем более принимать какие-либо бизнес-решения. И задача нашей команды состоит в том, чтобы собрать эти данные, преобразовать и донести до пользователя уже в удобном для него виде формате. У нас существует определенная схема, по которой к нам приходят наши коллеги с задачами. Допустим, они хотят посмотреть, как та или иная акция повлияла на привлечение новых клиентов. Мы берем данные из нужного источника, подготавливаем и выкладываем на репортинг. Это такой инструмент, посредством которого мы предоставляем доступ к данным нашим пользователям. Это такая уже старая и хорошо работающая схема, но у нее есть свои минусы. Главный минус состоит в скорости. Сейчас стоит в скорости и в доступе к данным. Наша компания стремительно развивается. Вместе с ней растет и количество задач, с которыми к нам приходят наши коллеги. Допустим, на начало этого года бэклог нашей команды был расписан уже на полгода вперед. Вместе с количеством задачи растет и их сложность. Увеличивается количество метрик, которые нужно рассчитать в процессе реализации той или иной задачи. И мы получаем такую ситуацию, что нашим пользователям в прямом смысле приходится отстоять большую очередь, прежде чем их задачу возьмут в работу. И когда в итоге они получают готовое решение, мы сталкиваемся еще с одной проблемой, что особо тяжелые отчеты довольно долго работают. Вот, к примеру, у нас есть один из основных отчетов, который называется «Статистик по пиццериям». В нем собрано более 50 основных метрик, по которым оценивается работа пиццерии. И этот отчет может отрабатывать несколько часов подряд для того, чтобы показать те или иные данные. Мы поняли, что нам нужно менять и сам подход к работе с данными и саму архитектуру хранения наших данных. Так появилась новая схема работы с данными. По этой схеме данные из разных источников один раз в день переливаются в единое хранилище, которое называется DVH. На основе этих данных мы формируем датасеты с предрасчетными данными. И уже вот этими предподготовленными данными конечные пользователи будут оперировать на стороне новой аналитической платформы Power BI. Теперь немного подробнее, как это все работает. Что из себя представляет датасет? Датасет можно сравнить с зоной в пиццерии, где находится Александр с ингредиентами. Сотрудники пиццерии закупают продукты, они их подготавливают для работы, моют, чистят, режут, сортируют по Александрам. И когда приходит заказ, пиццемейкеру достаточно взять основу для пиццы и уже из готовых ингредиентов собрать то, что ему нужно. С датасетами все то же самое, только вместо ингредиентов уже предподготовлены нами данные. Пользователю достаточно войти в Power BI, подключиться к необходимому ему датасету или к нескольким датасетам и начать работу именно с теми данными, которые ему нужны. При этом пользователю совершенно необязательно с нуля строить модель данных, он может взять любой уже готовый отчет и на основе этого отчета собрать свой кастомный дашборд, в котором будут отображены данные в том виде, в котором они ему удобны для работы. На данный момент у нас запланирована реализация девяти датасетов, которые будут покрывать основную зону наших данных. Это датасеты по клиентам, по пиццериям, по нашим сотрудникам, датасеты по сырью, акциям, додорублям, а также покрывающие основные отчеты, статистика по пиццериям и структура продаж. К примеру, при помощи датасета статистика по пиццериям мы планируем реализовать средствами Power BI 17 старых отчетов, которые сейчас находятся на репортинге. Также его можно будет использовать для написания неограниченного, можно сказать, числа новых отчетов. И немного о том, как изменилась наша архитектура. Наши данные с физического сервера переехали в облако. Мы используем сервисы Microsoft Azure. В качестве хранилища мы используем Azure Data Warehouse или DVH, как я уже говорила. При помощи Data Factory у нас происходит переливка данных. Также там мы настраиваем пайплайнное обновление наших датасетов. Облачный аналайзис сервис мы планируем использовать для более сложных вычислений, когда нам нужно посчитать большой объем информации. И, конечно же, как сервис мы используем Power BI, это инструмент, посредством которого будет реализован именно доступ к данным уже для наших пользователей. Итак, как итог, что у нас есть на данный момент? На данный момент у нас уже реализованы два из девяти запланированных датасетов. Два датасета сейчас находятся в разработке. Идет активная работа по переводу старых отчетов на Power BI. При этом все новые задачи уже решаются только при помощи средств Power BI. Пользователи получили возможность получать данные не только в табличном виде, но и настраивать для себя более информативные визуализации. Значительно возросла скорость работы отчетов. Та же самая статистика по пиццериям, которая данные за месяц на репортинге выгружала не менее трех часов, в Power BI отрабатывает за не дольше трех секунд. При этом абсолютно неважно, за какой период происходит выгрузка. И уже около 20% наших пользователей используют в работе Power BI. При этом больше половины из них не только просматривают готовые отчеты, но и строят свои собственные на основе тех данных, которые мы им предоставляем. На этом у меня все. Всем большое спасибо. Аплодисменты